Приветствую всех вас, дорогущие друзья! Мы наконец-таки собрались в полном составе в нашем боевом. Мы будем продолжать проходить игру Happy Quest. Надеюсь, что таких тупников не будет, которые были в предыдущей части, когда я играл в соло и когда я не мог пройти эти сраные грибы, которые меня постоянно унижали. Грибы унижали, рязанцы, между прочим, которых тут вот вообще на каждом шагу с глазами-то грибы. В этот раз я буду играть, посмотришь, кто лучше. Ну, так я даже и не спорю, давай. Я как раз прошел четвертую-пятую главу этой эльфии. Честую, да? Да, то есть шестая заключительная глава будет у нее. Потом уже перейдем на другого персонажа. Вот, в общем. Я пришел в лес, но в этот раз Сана уже ждала меня. И обрадовался, что мне не придется стоять в тишине и ждать ее прихода. Привет, как дела? Ну, плохо. Надеюсь, ты хороша спала, прошла ночь. Не жалуйся, а почему ты спрашиваешь? Сегодня хочу потренировать тебя. Потренировать меня? Она обнажила два меча, кажущие крайне острыми, и дала один мне. Мы не будем ранить друг друга, это просто для практики. Я хотела оплатить тебе за все, что ты сделал для нас, и это лучшее, что я могу тебе предложить. На сегодня у меня есть для тебя задание, но сначала я хочу научить тебя паре вещей. Просто постараюсь блокировать мои атаки, хорошо? Я не буду сражаться в полной силе, так что не переживай. Если сможешь, сфокусируйся на моем взгляде и моих движениях. Это подскажет тебе, куда я буду атаковать. Постепенно твои рефлексы станут лучше, от мышцы будет больше пользы. Сана двинулась на меня, и даже несмотря на то, что она очевидно сдерживалась, я едва могла разглядеть ее атаки. Конечно, я же предоставил, что она сильна, но это было просто безумием. Она была как будто не из этого мира. Я старался сохранить дистанцию между нами, и неплохо справился с этим, до тех пор, пока моя спина не упрел с дерева, после чего Сана обезоружила меня. Неплохо. Совсем неплохо. Но всегда следи за окружением, это может стоить тебе жизни. Хоть я не знаю, это место намного лучше тебя, я все равно удивна тем, насколько хорошо ты справляешься. Забери свой меч. Когда я буду атаковать в следующий раз, я хочу, чтобы созрабатываться сочился не только на моих руках, но и на движениях ног. Так ты сможешь прочитать следующую атаку. Я бы слышал Сана, но в этот раз мог офигеть мне противостоять ее атакам. Я был уверен в том, что она поддается, но все равно был доволен своим прогрессом. Теперь я готов? Ну, это была обычная тренировка, но я уверена в том, что в будущем тебе это поможет. Я просто хотела дать тебе парочку наставлений. Надеюсь, тебе не придется следовать им, но кто знает. Спасибо, я правда благодарен. А что касается задания, мне нужно, чтобы ты проверил один из районов леса. Прошел слух, что там были замечены необычно большие группы монстров. Проверь, пожалуйста, и вступай в бой только если ты будешь уверен, что другого выхода нет. Есть! Сан улыбнулся и кивком послал меня в лес. Главное, не пинком. Так, ну что, переходим посредственно к войне. И тут нету этих назойливых грибов, которые размножаются, грибов, которые хилят. Только есть броненосцы, носороги, которые омаров рождают. Это вообще как-то странно максимально. Смелекопитающие рождают омаров. Это нормально? Краб-отшельник, во как он называется. Максимально странно, непонятная логика японцев. Но японцы, они такие весьма странные. Так что ничего удивительного. Так, кого в приоритете будем бить? Ну, все. Ну, видишь, ну вот эти вот омары, они... Ну, блин, не знаю, почему-то хочется них омарами называть. Не знаю, возможно, я хочу омаров, наконец-таки, попробовать. Ну, они действительно убиваются прям сразу. Вот эти вот броненосцы, они довольно бронированные. Их нужно прям бить, бить, бить прям молотком по балде. О, хорошо сейчас было. Вот я по мере возможности прокачивал умения. Хил прокачал. Прокачал вот это вот второе умение. Она теперь стоит дороже. Но это гораздо более эффективнее, чем раньше. Вот. В предыдущей серии я вообще тупил жутко. Я не мог нормально пройти никак. Это вообще карта, что игра простая. Но на самом деле она весьма и весьма сложная. То есть тут нужно тактику, стратегию рассматривать. Внимательным нужно быть. Вот. И поэтому мне лично эта игра сложная. Во. Ой-ё-ё-ё. Это что за хрень? Говорю, что про умения не забывай. У нас мана полная. Давай мы выжгем их полностью. Середину, да? Во. Видишь, как мощная? Угу. Тут правда откат 5 ходов. Это, конечно, очень... Я вообще не понимаю, как эту игру проходить на тяжелом уровне сложности. Не знаю. Там прям нужно настолько какую-то стратегию выстраивать. Ну вот, чем такие игры хороши, тем, что ты действительно должен стараться, чтобы пройти их. Это не какие-то там next-gen проекты, где там ведут тебя под ручку. Вот это вот так сделать, вот это вот так сделать. Нет, это всё максимально сурово. Это должен просчитывать всё. Каждые ходы свои буквально. Несмотря на то, что это как бы жанр три в ряд, можно сказать, что тут сложного. А, ну, по факту, очень даже много всего. О, ни херосибе, это чё такое было. Поэтому только можно совместить зелёный. Оооо. Так, 16 ходов осталось. О, смотри, смотри, выносливость. Прибавляется как? За бонусы? Наверное, да. Вот, смотри, мы можем... О, смольмана полная. Да-да-да, двоечку используй. А чё это не сожгли? Здесь, блин, только деревья как бы у него на спине, они загореться должны. Или это нелогично? У них, видимо, слишком много здоровья. Поэтому даже такой крутой плюхой выстрелив у них, они не умирают. Желучие, как тараканы. На моей работе. Ооо, шхару... Блин, а почему мы по нему-то не попадаем? А, во, фиолетовый, фиолетовый. А, ну, синий, да? Отлично. Уже получается, одна волна ещё осталась. Полно ходов. Мана полная, можно их сжечь. Больше сжигать их. Угу. Блин, всё равно не догорела. Ну, ничего, мы можем прокачивать. У нас, по крайней мере, монет много. Ну, вот, был один фейл небольшой. Я заработал 3000 ещё сверху этого. Поэтому можно прокачивать ещё хорошенечко. Ну, мы сразу же будем прокачивать, да? Сразу после этого. Потому что там дальше третий уровень, то, по-моему, ещё жёстче. Ну, да. Ооо, хорошо. Ой, мамары поджарились. Ладно, рак отшельник. Блин, надо просто вот... Привк называть его раком. Кем он является. Ой, хорошо. Это было очень круто и люто. Прям. Я вернулся в лес кальфов. Да, зачем не читать, в принципе. Это мне интересно. Ну, не, почему? Ну, сюжет. Сана уже ожидала меня. Как всё прошло? Могло бы лучше в той области кучи монстров. Хотя, правильнее бы сказать, что там дохренища монстров. Тебе пришлось драться? Нет, блин, в чай налил он им и всё. Не переживай ничего такого, с чем старый боец вроде меня бы не справился. Ты молодец. И на тебе куча ссадин. Да всё в порядке. Возьми. Это специальное лекарство, которое мгновенно тебе поможет. Антисидин? Сидин? Ну, пожалуй, не говори никому об этом. Мне не разрешено давать тебе его. Не стоит. Не так уж мне и больно. Я же вижу, что ты весь изранен. Просто используй его, как только выйдешь из леса. И никому не говори об этом. Спасибо. Почти забыла. Вот твоя награда. Я расскажу остальным об огромном скоплении монстров в той области. Надеюсь, вы будете... В безопасности. Нет. Надеюсь, все мы когда-нибудь будем жить в мире и безопасности. Очень мило с твоей стороны. Мне нужно вернуться на пост. Это было мое последнее задание для тебя, но ты сможешь навестить стальную леди в городе. Я отмечу на твоей карте место, где ты сможешь найти её. Спасибо. Я не знал, что сказать, поэтому поклонился. К моему удивлению, она поклонилась мне в ответ и отдала честь. Я пошёл своей дорогой, но что-то мне сказало, что я должен сделать больше. Я повернулся к Сане. Эй! Эй, ты что-то забыл? Хотя я и знал, что это глупость. Я подошёл к ней и поцеловал её. Она дала мне сделать это, но довольно быстро остановила меня. Пожалуйста, не сейчас. Встретимся ночью на опушке леса, хорошо? Оу, май! Ты Саш! Я кивнул и стал ждать ночью на опушке леса. Так, ну что? Это будет как бонусный контент. Как-то надо там заблюрить прям по максимуму. Вот. Ну, переходим уже к следующей, к стальной леди, которая живёт в городе. Это кузнец, по-моему, да? С огромными силовыми показателями. Угу. Можно не читать, в принципе, а в чат. Да не, ну прикольно. Я быстро буду читать. Ну, там, по крайней мере, какой-то сюжет есть. Не кисло. Я подачал карту и начал искать место, которое Сана указала мне. Это было ещё одно здание, которое выглядело как магазин. Я подошёл ближе и заметил, что внутри неба множество людей вкалывали, как проклятые. В попытках найти загадочную девушку я привык к себе слишком много взглядов. Возможно, это было потому, что все пытались работать, а постоянно кому-нибудь мешал. Похоже, это была кузница. Хоть это и заняло меня пару минут, я с уверенностью мог сказать, кто тут главный. Это была крепкая женщина, которая то и дело кричала на кого-нибудь. И всё и слушались. Я бы сказал, что это было похоже на смесь из страха и подлинного уважения. Привет. Извините, что побеспокоил, но... Эээ... Кто-то болтает, отлынивать от работы. Ты... Ты почему стоишь, что ты дурей маешься? За работу иначе я тебя выпну отсюда. Нет же, нет же, я не... Просто вернись к работе и доделай уже эту броню. Король ждёт её. Сам король? Да, теперь меньше слов и больше делай. Используй свои руки, а не рот. Хорошо, но я понятия не имею, как... Что я сейчас сказала? Я буду использовать свои руки. Эта девушка убьёт меня, если я буду прийти ей... Ну ладно, просто постараюсь изо всех сил. Насколько это сложно? Как вообще всем этим пользоваться? Мне бы хотелось сбежать, но все наблюдают за мной. Видимо, мне придётся хотеть попытаться сделать что-то. Прошло четыре... Прошло четыре часа, и все уже расходятся по домам. Я думаю, у меня получилось провести всех и показать настоящим профессионалам себя. Эй, ты! Кажется, та женщина, которая была тут главной, обращалась ко мне. Эээ... Да! Ты изготовил эту броню? Эээ... Да! Она потрясающая! Никогда не видела ничего подобного! Она превосходна! Правда? Да, она идеально подойдёт, если ты собираешься быть убитым любой стрелой, летящей в твоём направлении. Что, чёрт возьми, это вообще такое? Её едва ли можно использовать даже как одежду! Я пытался сказать вам, но я тут не раб... Никакой пощады! Думаю, король прикажет снести тебе голову за такое! Подождите, это... Это уже слишком. Я хотел сказать больше, но женщина начала хохотать передо мной. Да что происходит? Прости, не смогла сдержаться, когда увидела то выражение лица. Я знаю, что ты не работаешь здесь, и все это время я просто прикалывался над тобой. Впечатляет, что ты действительно попытался что-то изготовить, но можешь ответить на один вопрос. Что ты здесь делаешь, чёрт возьми? Я не дам тебя спуску, если выяснится, что ты какой-нибудь шпион. Ничего подобного, эльфийка прислала меня сюда. Эльфийка? Ты между сам? Да, я удивлён, что ты знаком с ней, и она, кажется, старалась особо не светиться. Твоя правда, иногда я даю доспехи и оружие. Ты, наверное, и не в курсе, что они тут лучше во всём городе. Я Джорджия, известный кузнец. Теперь всё стало на свои места, она сказала мне искать стальную леди. Чем могу помочь? Вообще-то, мне интересно, чем я могу быть полезен, я ищу работу. Хм, обычно мы получаем материал от людей, которые платят нам за работу, но в этот раз ты можешь кучи помочь. Мне нужно очень твёрдый камень. Говорят, что ничем нельзя его уничтожить. Ну и дойти его можно только в лесу. Удивительно, да? Камень в лесу. Я уже выдвигаюсь. Я пошёл в лес, даже не спросив о награде. Может, мне начинает нравиться помогать людям? Ну и не только людям, эльфийкам ещё. Глазастые чупакабры. Чё они умеют делать, ты не помнишь? Не помню. Размножаться. Размножаться? Леточьи мыши? Да. Не очень логично, но ладно. По крайней мере, их убить легко ведь. У них вообще нет хп, но они больно бьют. Так, давай. Скоро мы узнаем, чё они умеют делать. Нам вряд ли это понравится. Короче, они ничего не умеют делать, кроме того, как бить. Ну, хорошо. Без сюрпризов. Плюс ко всему, они ещё вот такие маленькие, и там прям по всем нужно рядам бить. Прям было эффективно. О, смотри, какой-то шар. Он наверняка дохерищ урон нанесёт, да, по всем рядам. Смотри, они сколько уже хп оставили. А маны очень мало, похилиться как-то надо. Блин, не по этому ряду не попало. Во, второй ряд жёлтые. Вот это? Не-не-не, второй ряд сверху, да. Во, хорошо. Во, и ещё жёлтые. Отлично. Во, похили сейчас. Ну всё, теперь можно не париться. Вот эти вот огненные броненосцы, сейчас ещё какие-то огненных раков-отшельников сюда призовут. Наверное. Ну да, точно. Смотри, глаза какие-то. Угу, ну это типа какие-то коты. Коты? Где ты таких котов видела? Видишь, шутки? Котоклопы! Угу. Блин, это жутко. А чё они делают? Просто, очень больно грызут. Понятненько. О, хорошо. Хорошо-то как, а? Сожгала всё. О, ещё дополнительно тут сожла. Молодец. О, смотри, такие же. Ну блин, они какие-то демонята. Как они продвигаются вообще на своих маленьких лапках? Не знаю. Кстати, мы так и не прокачали умения. Мы чё-то там слишком поверили в свои силы. Да. О, хорошо. Не торопись, надо расчётливо. Неплохо, да. О, жёлтый. Отлично. О, смотри, мы чё-то умения не используем. Сожги их нахер. О, сразу три слегли. Ах, красиво-то как. Эй, чё он такой бронированный-то? Вот этот вот, коричневый. как фекалия динозавра. Мильно. Они как-то бронированные вот эти достаточно. Ещё Марф призывает своих вонючих. Ой, хорошо. Смотри, зелий какой-то внизу. Он жёлтый. Ну да. Надо как-то либо Мару убирать, либо вот по этому ряду херачить. О, сильно. Ой, как сильно. 5,535. И вернулся к Джорджи с камнями. Вот и они. Надеюсь, они тебе пригодятся. Должно признаться, сначала я слегка беспокоился за тебя, но ты оказался неплохим бойцом. Очень хорошо. Вот твоя награда. Вау, разве это не слишком много? Я знаю, насколько опасен этот лес, так что ты заслужил. Плюс он броню сделал, 4 часа в своё время потратил, да? Ну да. Потому что боялся ей что-то сказать. Если захочешь, приходи завтра, и у меня, возможно, будет ещё одно поручение для тебя. Я приду. Конечно, бабло-то нужно, ещё бы ты не припёрся. Да. Вот давай прокачаемся. Потому что у нас дохренича золота. Просто очень много. Надо его в чё-то важное впихивать. Вот тут ранжиры. Бонус за врага ещё возьми. Вон, тысячи, тысячи. Как можно быстро спустить 15 тысяч, да? Да. За 2 секунды. Чисто же. За 2 секунды. Да. Ты же пора не поспоришь. Так, ну всё. Нет, давай ещё одну главу. Нет. Нет, мы по 3 проходим. Давай ещё третью. Ну ладно. Я хотела там наследить человека. Ну вот, мы же по 3 головы проходим. И я вернулся в то же место и увидел, как Джорджа усердно работает. Ммм. Я подождал пару минут, пока она закончится изготавливать что-то похожее на меч, и затем подошёл к ней. Привет, как дела? Так же, как и всегда, много работы, но я не жалуюсь. Если мы заняты, это значит, что за наши товары есть спрос, и что людям... Ну, то чего? Нужно... Оплатить. И не поспоришь. У тебя есть для меня что-то? Да. Есть кое-что, но это довольно опасное задание. Один вельможа пришёл недавно и спросил, можем ли мы сделать для него зачарованный меч. Вы изготавливали такие? Конечно. Я ведь уже сказал, что наша кузница лучшая в городе. Мне просто нужен один специфический камень, он называется драконий глаз. Его можно найти только... в лесу. Похоже, все хорошие вещи можно найти именно там. Только в лесу. Возможно, тебе просто не повезло. Это место раньше никто не использовал, так что, наверное, потому все сейчас рванулись туда. Это ведь не так просто бегать в поиск материалов, пока у тебя на хвосте висит куча монстров. Доваря правда, я не могу поверить, что мы их еще всех не перебили. Даже не уверен, что это возможно, если честно. Я слышал, наша армия не слишком велика для этого. Слышала, уж тогда что-то накосячили-то. Монстры возобновляют свою популяцию чрезвычайно быстро, и даже если мы могли истребить их всех, мы бы потеряли кучу людей. Так что лучше, что мы можем сделать, это не пускать их в город и отдать им лес. Это также поможет, если армия соседнего государства захочет нанести удар со стороны леса. Они потеряют много людей еще до того, как дойдут до города. Тактика, да? Это имеет смысл, я никогда не думал об этом в таком ключе. Как думаешь, сможешь принести мне драконий камень? Класс. Я постараюсь изо всех сил, просто расскажи, как он выглядит, и я незамедлительно отправлюсь. У какую, да, столб? Да. Уверенный в себе. Пока что я выполнил все поручения, которые мне давали, и я не собираюсь проваливать это. Мне нравится этот настрой. Не удивлена, что вы с Саной подружились. Вы двое похожи. Ты, кстати, атаку и КП не прокачала? Прокачала. Так. Ой, дракушки. Смотри, какие миленькие дракончики. Хе-хе. Милота, да? Угу. Давай, надо их убивать. Они слишком много знают. Блин, очень больно кусаются. Варе. Сейчас посмотрим, что они вообще умеют. Они пока готовы. Надо их как-то убить быстрее. Они к чему-то готовятся, к чему-то плохому. Ах, слабо было. А, они тоже яйца высиживают. Ну, понятно. И что же, из яиц будет вылупляться еще один дракон и такие же. Это было блюдо, да? Ну, да. Так, давай. Тут надо прям расчетливо делать, потому что тут уже сложно. Уже и КП мало, и ману как-то плохо. устанавливается и с бонусами не везет. Оу. А, там вот эти маленькие глазастики. Летучие мыши. блин, странно. Драконы яйца высиживают, в которых летучие мыши. Или это маленькие, типа, дракончики. Какая-то странная фантазия у японцев. Немножко больная, но хотя, чем я удивляюсь, то у них шоу какие. Блин, и все, и все мим почти. По нижнему? О, по нижнему желтый. Ущелья. Двоечку еще можно. Да, Ох, все равно не поджарили до конца. Надо потом еще прокачивать вот эти умения. Они вот чуть больше маны стоят, но ты регенерацию ман прокачала. Очень разумно на самом деле, потому что нам ман прям капец как не хватало. О, ой, хорошо. Синими-синюю надо бить. Ну да, наверное. Ой, так, хо. Блин. Слишком много. Ой, как красиво. Красиво. Они даже не вылупились. Не увидели свет, не вдохнули этот ужасный воздух. Ну да. Вообще, смотри, это называется лес, да? Ну это, блин, какая-то выжженная пустошь. Ну да. По какому есть это лес? Непонятно. Драконы его спалили, дейкер. О, зеленый. Мне зеленый да по третьему ряду. Ага. Хорошо. О, откатилась. Твою еще. Дракон. Вот эти зеленые, чего они делают-то вообще? Они опаснее, нет? Какие? Вот эти вот зеленые чем-то отличаются они от обычных? Ну да. У них рожки длиннее, у них на хвосте какая-то херня. У них вот вот наружку. Да, ну а что они делают, кроме того, как высиживают яйца, из которых летучие мышь маленькие вылупляются? Сильнее, наверное. Сильнее вылупляются? Нет, сильнее, сильнее чем-то. Блин, тут что грибы? Ой-ё. Мы, кстати, с тобой не обращаем внимание на то, что здоровье-то нахера нет. Не обращайся. Давай-давай еще немножко. Ходов, по крайней мере, много. О, да, точно, я что-то не обратил внимание на это. Хорошо. Так, надо бить как-то синими-синими-синими. Потому что нужна мана. Да. Ну, почему мана не есть? Почему она не появилась-то? Не знаю. Похилься, хилься. Ух, все, теперь можно выдохнуть. Хорошо. О, вот это вам за вашу наглость и дерзость. Давай. Надо грибы убивать, нахер, они что-то размножаются. совсем нехорошо. Размножалку надо расплющить. вот зелененький на втором ряду. Да. Ну, выше поднимет. синие четыре штуки. ой, хорошо. ой, хорошо. У неё шибко любят размножаться, как кролики, даже кролики так быстро не размножаются, как эти грибы. Ой, хорошо-то как они хотели прям яйца отложить, это им прям по яйцам по этим. Сурово. Да, я такая. Сомневаюсь. Кстати, смотри, можно тройку в принципе использовать. Её как-то можно перемещать. О, пробел. О! Ну слабоват как-то, да. Ну они в принципе жирненькие, дракончики как-никак. Из ходов мало. Ну 9 ходов хватит, чтобы их убить. Должно, по крайней мере. Во, красные-красные-красные. Вот этот опустить сюда. О, зелёные. О, четыре штуки зелёные. О, хорошо. О. О, что там осталось. О, синий. Не пойдут в этот трейдер. Ну, по крайней мере по одному ряду дарит. Нет. Не-не-не-не. О, вот этот, вот этот сюда. Вот отсюда? Да. Угу. В общем, это отлично. Отлично! Ага. А ты не шутила, когда сказала, что эта вещь важна. Думаю, монстры тоже об этом знают, поэтому они так рьяно пытались меня остановить. Ты что-то с чем-то. Всё ещё можешь шутить даже после такой битвы? Теперь это часть моего мировоззрения, и я не принимаю вещи слишком близко к сердцу, потому что иначе буду подавлен. А ты мой типаж. Ну, вот этого я награжу. Лорд будет так рад, когда узнает, что мне удалось завершить создание меча для него. Сначала я хотел отказать ему, но потом вспомнил о том, что ты мне сказал. Но, пожалуйста, будь осторожен, я не хочу, чтобы кто-то погиб из-за чего-то подобного. Это помогает нашему делу, я буду исправно тебе платить, но берись только за те задания, которые сможешь выполнить. Хорошо? Я знаю, ты не первый, кто считает мне подобную нотацию. И я удивлён слышать это от кого-то вроде тебя. И что же это значит? Ну, ты создаёшь вещи для войны, без войн твой магазин не был бы так востребован, так что я подумал, что тебе нравятся такого рода вещи. Угу. Я ничего не имею против сражений, только если они необходимы. Я потерял слишком много друзей, и в них я не хочу снова проходить через это. Прости, я не знал. Да, почти никто не знает. Просто будь осторожен, хорошо? На этом всё. Я буду держать это в уме. Увидимся завтра. Увидимся. Мне хотелось побольше узнать о Джорджии, но я не стал лезть в её жизнь. Наверное, у всех людей, которые я встретил, есть причины делать то, что они делают. Угу. Я думал, они всё будут более чёрствыми, но кажется, им не всё равно на окружающих людей. Ну вот. Да. Ну что, сурово. Тяжело было прям. Да мне нет. С каждым уровнем всё сложнее и сложнее. Я играла. Ну что, всем, друзья, спасибо большое за внимание. Успехов, удачи. Не грустить, не болеть, не скучайте. Ставьте лайк, скомментируйте. Осталось ещё три ролика. Причём третий будет самый-самый аппетитный. Ну да. Не грустить, не болеть, не скучайте. Всем пока-пока и до скорых встреч. Пока.